Поздравлять свою однофамилюцу Александр Гусев начал еще до того, как ей исполнилось 100 лет. И делает это с огромным удовольствием. Потому что семья у Павла Ивановны дружная и веселая. Побываешь у Гусевых в гостях и как будто получаешь заряд энергии от их невидимого семейного аккумулятора. В администрации все передают вам огромный привет. Потому что знают вас, уважают вас. Желают прежде всего здоровья, долгих лет жизни. Чтобы все-все-все родные ваши, у вас их очень много. И видим, что они живут по всему земному шару. Приносили вам радость, не забывали вас. Павла Гусева в девичестве была Лебедевой. Историю и традиции обеих фамилий здесь хранят с большой теплотой. Предков помнят на много поколений назад и память эту бережно передают. Вот, например, история из середины 19 века. Если ты вырастил 12 мальчиков до армии, до армейского возраста, то из крепости выходили. Но 9 у нее осталось. А тут пришло освобождение и, собственно говоря, не понадобилось это. Но все они такие здоровые, Лебедевы, огромные, красивые. Отец семейства Константин Гусев несколько лет назад ушел из жизни. Специалист-химик, фронтовик. Он продолжает жить в памяти своих близких. Его портрет в этом году пронесли в Одинцово на акции «Бессмертный полк». Самодельно тут написала фамилию и имя отчество. Палку какую-то невообразимую. И я пошла. Вы знаете, мне очень понравилось. Народа было много. Энтузиазм был колоссальный. Все переговаривались. Я в первых рядах стояла. Там впереди были мотоциклисты, аркеты, все. Долгожителей в семье Гусевых-Лебедевых немало. Секрет долголетия прост, но воспользоваться им сможет не каждый. Он заключается в оптимизме, умении жить без ссор и отсутствии вредных привычек. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Вот этот тоже Таня.